К нашему эфиру присоединяется Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий вооруженных сил Украины. Иван Григорьевич, рады приветствовать вас на Фридом. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Даже российские пропагандисты признают, что, да, застопорилось наступление в Харьковской области. Давайте с вами разберемся в причинах. Естественно, очевидно, что главная причина это силы обороны Украины. Но вот со стороны россиян почему сорвалось наступление? Спешили, не успели подтянуть нужное количество резервов. Как ваши наблюдения? Опять постарались выдать желаемое за действительное. Опять сами себя обманули относительно количества и качества ресурсов, которые у них есть. Опять постарались поставить впереди идеологическую и пропагандистскую составляющую. А все остальное, мол, как на авось русской традиции, все остальное дополнится само собой. Нет, само собой не получается. Они насколько глубоко сумели обмануть себя, что они до сих пор не могут избавиться от этой пагубной для них привычки. Но мы понимаем, что мы ими не будем помогать от нее избавиться. Мы просто констатируем факт, что россияне двигаются в соответствии со своими стандартами. А именно, для них важно было продемонстрировать всему миру, что они готовы к войне на истощение. Для них важно было показать всему миру, что они готовы на любые, пока что в границах конвенционального оружия и возможностей конвенциональной войны, на любые обострения ситуации. То есть, они готовы были показать, что они способны открыть второй фронт, они способны дополнительно расширить зону боевых действий еще на несколько сотен километров, поскольку, напомню, не только Харкевская область была у них в планах, а еще и Тюмска область, еще они очень неосторожно говорили о Чернигевской области. И, конечно же, они активно поддавливали своего союзника, партнера Лукашенко с тем, чтобы 1100 километров украинско-белорусской границы тоже стали бы горячей линией. Но у них не получилось на Харкевщине из-за того, что они опять переоценили свои силы, они опять недооценили возможности украинского оружия. И, конечно же, они старались спешить в преддверии насыщенного переговорными процессами лета. Они хотели продемонстрировать Западу, что они еще очень многое могут. На самом деле, они пришли к тому, что вынуждены тут же были быстро перейти к обороне и продемонстрировали совершенно противоположный результат для всего мира и, конечно же, частично для своих граждан, способных как-то критически относиться к информации. А всему миру стало понятно, что Россия, несмотря на надутые щеки, несмотря на то, что она постоянно рассказывает о каких-то неисчерпаемых закромах, из которых она способна доставать все новые и новые ресурсы, она не способна на ведение широких масштабных боевых действий, на расширение этих боевых действий. Несмотря на все 4-3-4 месяца рекламы, мы понимаем, что о Харькове говорили долго, говорили с начала 2024 года, начиная с февраля-марта месяца. И понятно, что, потерпев фиаско здесь, они вынуждены как-то... как-то будут... должны были видоизменить свои планы, но, я думаю, они не смогут их изменить из-за одной причины. Им есть чем заняться. И сейчас то, что Украина не всегда может видеть, поскольку природа российской пропаганды и средств массовой информации такая, что она старается не выносить ссоры из избы или грязное белье не показывать, но оно там очень грязное, особенно то, что касается генштаба российского и то, что касается Министерства обороны. И мы понимаем, что та информация, которая прошла, она стала публичной относительно изменений в кадровом составе, относительно увольнения министра обороны, изменения этих фамилий и привлечения к ответственности выдающихся российских генералов-толовиков. Это информация лишь часть большого айсберга, значительная часть которого находится вне информационного поля. И, конечно же, мы можем только догадываться, сколько сейчас генералов, полковников и других военачальников сейчас стараются спасать свои биографии, каким-то образом спасать свою шкуру, а не заниматься спросами изменения тактики или стратегии в Украине. Вы как раз вот упомянули о чистках, и у меня такой вопрос возник. А вот, да, чистки, так, на поверхности это выглядело, как борьба с коррупцией и мошенничеством, но на самом деле, о чем многие говорили, что это, так сказать, наказание за провалы на фронте. А вот харьковское наступление, это как, по вашим наблюдениям, это еще Шойгу или уже Белоусов? На кого эти успехи, в кавычках, записывать придется? То есть война на истощение, да, вы правильно сказали, что идеологическая составляющая, нужно было вести войну на истощение, а, как оказалось, резервы для харьковского наступления теперь россиянам приходится подтягивать с других участков фронта. Это уже, по-вашему, можно считать первым, так сказать, достижением нового министра обороны? Совершенно неважно, какая фамилия будет звучать, мы понимаем, что все успехи и все неудачи на России, они ложатся на Путина, прежде всего, поскольку именно он определяет, в том числе, тактические задания для своего войска. Независимо от того, какие фамилии будут звучать на посту, я думаю, что это только начало разных процессов, мы их видели еще тогда, когда Пригожин ходил на Москву, мы понимали, что это лишь начало большого сериала. И сейчас следующие серии, следующие серии будут понарастающие. Конечно же, мы понимаем, что здесь, какие бы фамилии не звучали, пока президентом, самым провозглашенным диктатором России является Путин. Прошу прощения. Пока Путин является диктатором России, пока говорить о том, что успехи или неудачи можно записывать, рационально записывать на какие-то другие фамилии, будет несерьезно. Всю ответственность за то, что происходит на фронте, несет Путин прежде всего. Всю ответственность за сотни тысяч убитых россиян несет Путин. Конечно же, за убитых украинцев тоже несет Путин. И в данном случае уже и Россия, прежде всего, и Россия, и российский народ, которому кажется, что он каким-то образом избежит наказания, нет, не избежит наказания. Он должен будет отвечать за преступления, которые он своими же голосованиями, своей позицией поддерживал. Поэтому здесь, в данном случае, генералы будут записывать на себя неудачи Путин, будет записывать на себя, если они, конечно же, у него каким-то образом будут, ну, во всяком случае, информационные плюсы, будет записывать на себя. Неудачи будет списывать на генерала. Но не важно, кто, опять еще раз повторюсь, не важно, кто из какими погонами представляет тот или иной милитаристский российский орган. Еще раз повторить слова секретаря нашего СНБО Литвиненко о том, что оккупанты хотят повторить в Харькове сценарий сирийского Алеппо. Насколько облегчит жизнь харьковчан сейчас это разрешение западных стран бить по территории России, бить по носителям кабов, по установкам С-300, как уже произошло? Это позволит, конечно же, уменьшить это решение, которое приняли наши партнеры, позволит уменьшить возможности российских оккупантов по концентрации сил и средств, по внезапности. Ну и, конечно же, сделает значительно дороже, о чем мы за неделю разговаривали, говорили, войну в конкретно взятой местности. Ну и сейчас идет речь о Харьковской области и глубина, на которую могут работать украинские силы. Это Белгородская область прежде всего. Мы понимаем, что Россия уже не удастся в приграничье концентрировать свои силы и средства, поскольку они будут находиться под непосредственным ударом украинских огневых возможностей. Поэтому им нужно будет их отводить дальше. Дальше, за пределы Белгорода, которые находятся, напомню, на расстоянии 50 километров от границы всего лишь. То есть за границу Белгорода нужно будет отводить, поскольку даже простые ракеты «Хаймарса» работают на расстоянии до 80 километров высокоточными ударами. Понятно, что война для россиян станет значительно дороже, менее эффективной. Почему? Потому что доехать 80 дополнительных километров, развернуться — это еще несколько часов. Понятно, что для тактических боевых действий, когда нужно силы, средства, резервы очень быстро перемещать, понятно, что это будет давать свой эффект. И к тому же все это перемещение будет происходить по непосредственным окам украинской разведки. И понятно, что это тоже будет сопряжено с большими трудностями. То есть говорить о том, что они безнаказанно смогут ездить по территории приграничной России, по приграничной территории России колоннами, наверное, это уже осталось во вчерашнем дне. Ну, то есть они еще, конечно, будут пробовать. Они через два года еще в Углидаре, помните, эти колонны. Они их пробовали использовать в овчанском, украинском. То есть глупость не имеет границ. Но вместе с тем, это скорее уже исключение, чем правило. Они уже понимают, что колонна — это то, что, скорее всего, будет уничтожена очень быстро. Кстати, по поводу этой колонны, по некоторой информации, в ней как раз ехали срочники. И вот наши операторы дронов, так сказать, классическим образом ее разобрали. В голову колонны, в хвост колонны. Я думаю, в этом моменте, ну, вот в самой, вот в самом факте удара по этой колонне, я думаю, важно подчеркнуть два момента. Во-первых, что срочники, о чем неоднократно говорили и у Путина, и в Кремле, и пропагандистов, что срочники не будут на поле боя. Это во-первых. Во-вторых, важно подчеркнуть, что Украина теперь бьет не просто по военным объектам, а переносит боевые действия на территорию России. И вот эти моменты важно подчеркнуть, что и территория России сейчас не обез... ну, невозможно ее обезопасить именно от таких вот ударов, как произошел по этой колонне. Как считаете? Здесь мы никуда от вас, с вами не денемся, от того, что россияне, чем быстрее они поймут, что главная их угроза, это Путин, это его режим, это его политика относительно России, относительно Украины. тем больше у них будет шансов как-то выжить и попробовать возвратиться к более-менее нормальной жизни, здесь пользуюсь этот термин, нормальной жизни, через несколько поколений, может, даже успешной жизни. сейчас они этого еще не готовы понять, поэтому они верят заявлениям Путина о том, что срочников не будет, они верят заявлениям Путина, пока они находятся где-то в Рязани, о том, что вы находитесь под надежной защитой, Россия имеет большую армию, мы вас защитим, но вот этого они уже не чувствуют в Белгородской, этого уже не чувствуют в Курской области. Люди, которые понимают, эти россияне, которые понимают, что к ним или через их территорию летает, летает систематически, как себе домой, сейчас летит орудие возмездия Украины, ударяющие, уничтожающие, в том числе их будущее, но это уничтожение их будущее из-за того, что Украина защищается. Вот они не способны понять простых взаимосвязей, простой логики, причины следственных связей, одно зависит от другого. Украина защищается, она вынуждена уничтожать российские средства, помогающие России осуществлять агрессию в Украине. И когда у них откроются глаза, когда они поймут, что король голый, а у них кроме больших проблем впереди ничего нет, и с каждым днем войны они эти проблемы усугубляют, и у них никаких шансов нету, даже если представить себе, что они что-то успешно себе оставили, завоевали. Их шансы будут только на бедность, только на бесперспективность, унылое существование. Это в лучшем случае. Их сыновей и дочерей будут забирать на фронт. Вот этого россияне не понимают, поэтому, конечно же, я не думаю, что к ним сейчас каким-то образом вернется человеколюбие из-за того, что они услышат информацию о срочниках. Если она и будет подана в российских средствах массовой информации, то, скорее всего, в каком-то искаженном виде. И я не думаю, что это изменит существенно позицию российского общества. Хотя мы понимаем, что в таких социальных процессах вода камень точит. И, соответственно, каким-то образом это общество, напиваясь крови своих сыновей и дочерей, оно вынуждено будет или стремиться, опять же, к гибели быстрой, или все-таки начинать понимать, что будущее не за тем, чтобы дальше работать на войну и работать на смерть, а в том, что нужно как-то защищаться. И тогда они будут понимать, от чего именно нужно защищаться. И точно не от Украины. Спасибо за ваши комментарии, за то, что присоединились к нашему эфиру. Иван Варченко, эксперт вопросом национальной безопасности, военнослужащий вооруженных сил Украины был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok